Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кто летает, тот понимает. Зал вылета по объемам не устраивает никого. Надо вкладывать в эту историю? Надо. Субсидировать рейсы надо? Тоже надо. Потому что, мягко говоря, не сильно большое количество авиакомпаний к нам идет без каких-то топов. Развивать эту отрасль без вложения средств в нашем небогатом регионе невозможно. А это, я считаю, однозначно для людей. Ранее кировские власти анонсировали реконструкцию аэропорта. Работа планируется на 22-й год. Изначально рассчитывали произвести перестройку в Победилово в 20-м, однако из-за пандемии пришлось планы отложить. Программа Экономика. Кировчанам хотят позволить зарабатывать на сортировке мусора, а чиновники считают, что полноценный раздельный сбор вводить рано, люди не готовы сортировать. Собранный ими материал нужно досортировать, но пилотные проекты в отдельных микрорайонах запускать планируют. В Радужном спустя полтора года такой проект закрыли и в модернизированном виде запускают в микрорайоне Солнечный берег. Отдельно собирать будут PET-бутылки, а весь остальной мусор, который можно отправить на переработку, будут принимать в эко-пунктах. В планах раздельный сбор запустить еще и в пижанке. Правительственные чиновники на недавней встрече с общественниками пообещали рассмотреть опыт проекта «Эко-соседей», когда отходы сортирует конкретный дом, а деньги от сдачи вторсырья идут на нужды этого дома. Экономика на 101FM Далее информация от наших партнеров. Продолжаем освежать фундаментальные знания вместе с компанией «Бухгалтеры Я». Сегодня с ее руководителем Татьяной Максимчук говорим о том, что такое расходы. Расходы – это экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты предприятия. Например, нельзя построить забор у себя на даче и принять это к расходам предприятия. Расходы могут быть как прямыми, то есть непосредственно относящимися к товарам, работам, услугам, так и косвенными, то есть которые напрямую не зависят от деятельности компании. Например, прямых – себестоимость товаров, заработная плата продавцов и налоги с этой зарплаты, заработная плата производственных рабочих и, соответственно, налоги с этой заработной платы. А косвенными могут выступать аренда офиса, затраты на зарплату администрации, бухгалтерии и, соответственно, налогов с них. Важно собирать все расходы и вести по ним учет, и этот параметр нужен для формирования прибыли, о чем пойдет речь в следующих выпусках. А если вы в очередной раз задумались об оптимизации издержек своего бизнеса или хотите защититься от непредвиденных расходов, вроде штрафов за то, что что-то забыли или не знали, вам помогут специалисты-бухгалтеры «Я». 213-112, и у вас будет анализ расходов, рисков или квалифицированный бухгалтер на аутсорсе. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 70 рублей 99 копеек, евро стоит 82 рубля 64 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.